Ассалам алейкум, рахматуллахи, барракатул. Добро пожаловать на наш очередной урок по работе с компьютерной программой Microsoft Excel. Итак, запускается Excel так же, как и Microsoft Word. Через меню находим Microsoft Office, Microsoft Office Excel. У меня 2007 версия, но у вас может быть любая. Что мы с вами первым делом видим? Мы видим рабочую область. Эта рабочая область поделена на несколько разделов. Что мы с вами видим? В самом верхнем углу мы с вами видим наше меню. Здесь есть огромное количество всяких разнообразных функций, с которыми можно работать. Ниже идет наша область. Область это обычно для каких-то данных, цифр, потому что Excel это для работы в первую очередь с цифрами, с числами, с формулами, а никак не с текстом. Программа Microsoft Excel разработана для удобства работы с формулами. И подходит эта программа больше для бухгалтеров, для тех, кто заведует складами, еще для какого-нибудь такого количества удобного, кто работает больше с цифрами, кого большие объемы данных, которые надо постоянно подсчитывать. Все это используется в Excel, и это очень удобно использовать. Тут есть базы данных. Базы данных мы с вами затрагивать не будем, но мы с вами изучим основные функции, как работать с этой программой. Как вы видите, на три области. Первое меню, вторая рабочая область, это, так сказать, сам лист, где располагаются данные. И здесь снизу мы с вами видим деление, где находится вот лист 1, лист 2, лист 3. Это отдельные листы. Они удобны. Допустим, здесь вы вводите какие-то данные, здесь формула, а здесь будут подсчеты или там графики. Тоже очень удобно, чтобы можно было, так сказать, разделить. Например, это переименовывается, переименовать. Не лист, допустим, а график. График. Точно так же и все остальное можно поделить. Также в этой части, в самом низу, вы можете увидеть уменьшение либо увеличение. Сейчас оно стоит на 100%, то есть оптимальное решение. Можно увеличивать до бесконечности. Ну, не то, чтобы прямо до бесконечности. Ну, не знаю, может, кому-то это удобно, но мне не очень. Поэтому ставлю назад в 100%. Итак, в нашей программе на самом первом вкладке меню мы видим все то же самое, как правило, с работой для... с работой их таблицами. То есть можно вырезать, копировать, форматировать или вставлять. Вставляются те же самые числа, допустим, вот тут что-то введено. Мы его копируем. Ctrl-C, либо же правая кнопка мыши копировать. Ну, я как пример говорю. И вот здесь вставить. Видите, он вставляет то, что я скопировала во временную нашу память. Также тут есть работа со шрифтами. Все то же самое, что и в Microsoft Word. Как вы помните, там можно было менять шрифты, размер шрифтов, увеличивать, уменьшать размеры. Можно центрировать, так как и здесь находится именно ячейка. Мы можем центрировать текст по отношению к ячейке. Посередине, сверху, снизу. Либо же сам текст, который будет слева, с края, по центру. Также можно тут отступы. Если вы какой-то абзац делаете, можно увеличить небольшой отступ. Сделать небольшой отступ. Тут можете большое сделать. Все по вашему усмотрению. Также тут есть другие. Такие, как объединить и поместить в центре. Очень удобная вещь, когда вы делаете какую-нибудь таблицу. Следующая. Вы уже будете работать больше с числами. Как видите, тут время. Процентный, дробный, экспоненциальный и так далее. Числовые и денежные. Это уже более усложненно для работы с данными. Также вы можете форматировать таблицу. Удалять ячейки, которые вам не нужны уже в вашей таблице. Добавлять, если вы что-то забыли, с помощью вот этого раздела меню. Автосумма заполнить, отчислить. Сортировка. Сортировка как работает? Давайте я сделаю вам небольшой пример. Один, пять, восемь, два, шесть. И давайте я его отсортирую элементарно от минимального к максимальному. И смотрите, что он не отсортировал. Один, два, пять, шесть, восемь. Можно отсортировать от максимального к минимальному. Он сделает, перевернет другими словами. Следующее меню такое же, как и в Microsoft Word. Как видите, те же самые функции. Добавляются формулы для работы. Вставка. То же самое, как видите. Можно вставить таблицу в таблице. Но сюда я не рекомендую лезть, если вы еще плохо знаете сам Excel. Также можно вставлять рисунки, картинки, фигуры, графики какие-нибудь. То есть гиперссылки, надписи, колонн-титулы. Опять же, вот объекты WordArt, красивые надписи, символы. Разметка страницы. Здесь вы можете настраивать поля при печати. Вот сейчас вы видите обычную лист. Он будет вбок показываться вам. Будет показывать вбок без всякого ограничения. Но если вы нажмете вот сюда «Печать», он будет вам показывать то, как будет выглядеть на вашем листе. Допустим, вы печатаете на листе А4, стандартный лист. И он будет показывать границы. Надо это учитывать. Допустим, если вы введете там какие-то таблицы, данные будут граничить. Или объединять будете вот эти ячейки на границе. Он вам просто не напечатает. Поэтому он оставит это пустое место, как поля будут. Он даже, ну, такие дела. Также ориентация здесь есть. Альбомная, книжная ориентация. Как удобно. Размеры печати. Видите, тут уже есть сразу А4. А4 – это стандартный лист бумаги, вставляемый в принтер обычного пользователя А4, который доступен в любом магазине. Покупайте, устанавливайте принтер, и он будет работать. Вот. Это стандартный. Есть другие размеры, которые вы можете настраивать. Все по вашему усмотрению. Поля, колонии, титулы, листы. Также вы можете область печати задать. Допустим, печатать только что-то одно. У меня принтера нету. Вот, допустим. И он будет печатать только эту часть. И остальную часть таблицы печатать уже не будет. И таким образом вы можете еще настраивать ширину своих... ... У нас с вами здесь есть еще работа с формулами автосума. Вставить в сумму эти формулы, если вы собираетесь работать с Excel, надо изучать отдельным образом. Потому что их большое количество, и нужно правильно понимать, куда и что вы будете использовать. Как видите, это уже на русском языке. Можно сказать, 1С. Элементы 1С. Это не 1С, это элементы. Такие вот вещи, как аркосинус, это считается, арксинус, арктангенс, косинус. Это я не помню, что экспонента, логарифм, десятичный логарифм, синус, тангенс, градусы и так далее. Чего-то я уже, конечно, не помню, но такие вот моменты. Если вы собираетесь, если работать с Excel, именно более углубленно, то вам придется изучить отдельно все эти формулы. Также тут есть раздел именно с базами данных. Опять же, то же самое, что и с формулами. Если вы собираетесь работать более углубленно с программой Excel, вам придется отдельно, подробно изучать именно вот этот раздел, как базы данных, формулы, уже отдельно и более углубленно, поверхностно тут не прокатит. Также у нас есть рецензирование. Рецензирование можете отдельно почитать, и это редко кто использует. Вид практически все то же самое, что и в Microsoft Word. Итак, сейчас я вам на примере покажу, как работать с элементарными страницами. Итак, сделаем самую элементарную простую табличку. К примеру, у вас есть школьники, вам их надо подготовить к школе, и там один школьник, ну или без разницы, сколько, и подобрать какие-то канцелярские товары, распределить, что купить, что у вас есть, что нужно докупить и так далее. Итак, наша таблица так и будет называться. Канцелярия. Или канцелярия. Короче, те, 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 те. Итак, как правило, здесь у нас идет номер по порядку. Номер по порядку. И тут идёт один, два, три. Пауза. Итак, что мы с вами видим? Номер по порядку. Оставим пока так. Следующее наименование. Обратите внимание, сейчас слово заходит на вторую ячейку. Но это не важно, эта ячейка всё равно пустая. Вот два С. Наименование. Количество. Есть. Ну, к примеру, количество надо докупить, к примеру. Итак, давайте мы с вами сейчас отформатируем немножко наши ячейки. Я хочу, чтобы эти ячейки влазили, полностью всё слово было в ячейку. Я его просто так протягиваю. Точно так же с количеством. Количество надо докупить. Итак, наименование. Это поменьше происходит. Первая тетрадь, клетка, допустим, 12 листов. Окей, Enter нажимаю. Тетрадь, линейка, 12 листов. Тетрадь, клетка, 18 листов. Тетрадь, линейка, 18 листов. Тетрадь, клетка, сколько там, 24 листа. Тетрадь, линейка. Тетрадь, линейка, 24 листа. Это тоже всё, к примеру. Тетрадь, допустим, клетка, 48 листов. 48 листов. И оставлю пока так. Обратите внимание, что сейчас мне не хватает номеров. Это удобно, когда несколько, 9, 10, 15, 20. А если их больше, то руками, допустим, 200 наименований, сложно протягивать. Итак, тут протягиваю. Смотрите, выделяю от 1 по 3. И протягиваю. Обратите внимание, он сам даже проименовывал, пронумеровывал до 7. Это очень удобно, когда у вас, допустим, 200, 100 наименований, даже 50 наименований. И вам приходится это клацать, клацать вручную. Это крайне неудобно. Итак, давайте сейчас немножко отредактируем. Я хочу, чтобы это было посередине, номер по порядку. Это тоже посередине, по центру. Здесь также по центру, посередине. Количество, которое есть. А, ну, эти еще ручки добавлю. А то как-то не полно. Ручки синие. Ручки красные. Ручки черные. Нет, карандаш. Карандаш. Простой. Ну, достаточно. Итак, количество, которое есть, без разницы. И так, он мне немножко сделал разброс, не понял. Ну, ладно. Я его тоже посередине отмечу. И он будет мне наименование пихать посередине. Вот, и количество сейчас напишем. Допустим, 20. Тоже 20. Здесь будет 15. 15, 15, 10. 15. Здесь будет 5. К примеру. А ручки синие. Красных достаточно 2. Черных 2. Простойка на шатре. Ну, количество, которое надо докупить. Смотрите. Можно это просчитывать вручную, фломастер, ой, калькуляторами. А можно это сделать проще и будет удобно с помощью нашего Excel. Итак. То есть, количество, которое надо докупить. Оно у нас как обозначается? То есть, от 20 надо отнять 1 и получим 19. Поэтому я ставлю равно, понимательнее будьте, так, ставлю эту ячейку, отнимаю 1 и нажимаю Enter. 19. То есть, при выборе этой ячейки, здесь в формуле я вижу то, что я набрала. И теперь, чтобы не прописывать вручную это все, я просто беру и протягиваю до конца. И он все вот это будет просчитывать автоматически. Давайте вот это тоже протяну. Вот. Итак. Теперь давайте еще докупить. Цена за штуку. Цена за штуку. Цена. Ой, цена. Цена. Общая. Общая. И? А вот здесь у нас будет итог. Все это тоже будут формулы. Цену, конечно же, мы с вами пропишем вручную. Почему у меня мышка мелькает? Ладно. Цена за штуку. Сколько там? 5. Я цен не знаю, поэтому я буду ставить примерно. 5, 5, 10, 10, 13, 13, 13. Допустим, 24, ручки по 3, это 5. Пусть тоже 5. Карандаш простой. Пусть получше будет 30. Итак, теперь, используя нашу формулу, опять же, цена за штуку. Это за одну штуку, допустим, 5. Докупить надо 19. Это значит 5 умножить на 19. Опять же, ставлю равно нашу формулу. Выбираю цену, ставлю знак умножения, а это звездочка у нас, и на ту ячейку, где находится, какое количество надо докупить. Конечно, кто хочет, может проверить на калькуляторе, но компьютер, и это есть калькулятор. Он, по идее, должен нам правильно подсчитать. И чтобы это все вручную не просчитывать, я делаю так же, протягиваю до конца, и он автоматически сумму подсчитывает. Теперь я хочу подвести итог, сколько же всего потратить. На этот раз я буду уже использовать вот эту функцию. Вставляю функцию. Сумму, окей, выбираю первое число, просто протягиваю от начала до конца именно сумму, то, что надо просчитать. Разворачиваю, нажимаю окей. Итого, надо потратить столько-то, чтобы получился наш результат. Давайте я попробую это выделить, допустим, жирненьким, посередине. Итог. Сюда даже курсив поставлю. Увеличу шрифт. Пусть будет таким шрифт. Это сколько здесь? 18 и здесь 18. Можно делать вот так вот вручную прописывать. Согласитесь, подсчет к добе, особенно, если у вас большая семья, и вы хотите понять, сколько же вам надо потратить. Ну, чтобы такое знать, нужно еще и иметь представление о ценах, к примеру. Что, где, сколько стоит. Или подсчет, сколько вы, допустим, потратили на какие-то свои доходы. Итак, вот у нас есть такая ячейка. То, что здесь написано, находится только в 1А. Если я начну вводить что-то в Б, оно перекроет. А я хочу объединить. Итак, выделяю общее. Надо правильно объединять с той ячейки, в которой уже есть текст. Наш текст находится в первой ячейке, поэтому я ее с первой и начинаю выделять. Просто нажимаю «Объединить» и поместить по центру. Вот. У нас появилась такая шапка. Теперь я хочу как-то выделить нашу таблицу. Смотрим. Вот во второй вкладке можно поставить все границы. Можно как-то по-особому сделать другие границы. Рассмотрим, что он нам предложит. О, можно так. Толстая внешняя граница. Внешняя граница получилась у нас толстой. Можно шрифты менять. Где таймс-нероном стандартный, который есть везде, на всех компьютерах. Где ты таймс-нероном? Таймс-нероном. Вот. Цифры. Обратите внимание, если я сейчас буду менять русские, ставить шрифты, чаще всего они не сработают. А если вот я буду выбирать какие-то фигурные красивые шрифты, вот я это и хотела вам показать, что если вы будете вводить английские слова, английскими буквами слова, то он будет так же красиво, ну, начертанно показывать вам. А русские, ну, шрифты с русскими буквами так не работают. Вот что я хотела вам показать на прошлом занятии более наглядно. Ну, вот смысл такой. Итак, что же тут еще можно? Можно вставлять гистограммы, графики. Допустим, сделаем график вот такой. Или давайте сделаем иначе. Я вот выберу вот это. Нет, стоп. Выделяю наименование. Цену. Подождите. Так, так, так. Сейчас мы разберемся, как вставить график. Вот, он вставил, но я хочу отредактировать. Как видите, здесь есть тени, можно выбирать. И сменять тип диаграммы можно. Выбрать данные. Оставим только общую. Имя. Значение. Окей. Ну, это как пример я вам показываю. Итак, так же нужно вставлять картинки. Любые рисунки вставлять. Так же перемещать. Ну, давай перемещайся. Самая нормальная. Сейчас. Вот. Можно перемещать. Как видите. Как видите. Изменять. Можно вставлять ворд-арты всякие красивые. Надписи, колонн, титулы, объекты. Все то же самое. Мы с вами научились создавать таблички. Это самые простые, элементарные таблицы. Итак, на сегодня у нас все. Если есть вопросы, конечно же, пишите. Если есть предложения, опять же, пишите. Открыто к любой критике. Ассалавлейкум. Рахматуллахиеву барракату. Желаю видимся в следующий раз. Продолжение следует...